Юридическая защищенность медиков предусмотрена в законопроекции, которая сейчас на рассмотрение депутатов Мужелиса. Законодательно закрепить статус врача в своей предвыборной программе обещал президент страны. Какие изменения предусматривает пакет поправок, расскажет Сабина Рахимбай. Этот случай произошел в сентябре. Буйный житель Шимкента напал на медика в центре гиперборической оксигенации. Туда он поступил с отравлением неустановленной жидкостью. Мужчину задержали. А незадолго до этого, похоже, инцидент произошел в Талгаре. Родственники скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации, напали на врача и других медработников. Вот так зачастую происходит. Люди, оказывающие медицинскую помощь, сами в ней нуждаются. Количество нападений на людей в белых халатах растет, поэтому необходимо защитить их на законодательном уровне, уверены депутаты. Также в 7-й клинической больнице в городе Алматы было нападение и избиение нейрохирурга, где его ударили по голове железным лотком. И сейчас у нас в Можелесе рассматривается законопроект о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. В рамках этого законопроекта рассматриваются вопросы страхования профессиональной деятельности медицинских работников. Новелла также предусматривает финансовую и юридическую защиту, обращение ответственности за врачебную ошибку. Еще один пункт в документе – повышение статуса медицинских работников. Впервые будет введена награда «Заслуженный врач Казахстана». Разные бывают, скажем, нападения на медицинских работников по разным статьям. На сегодняшний день в действующем законодательстве отдельные медики не разделяются. Был разработан законопроект, сегодня в парламенте данный законопроект рассматривается. И там конкретно уже, что касается медикам, мы усилили нормы, чтобы, учитывая те резонансные случаи, те, скажем, заслуги наших медицинских работников во время пандемии, это сейчас очень активно поддерживается нашими депутатами. В Казахстане сейчас насчитывается больше 70 тысяч врачей и свыше сотни тысяч средних медработников. Цифры внушительные, тем не менее, в отдельных регионах есть дефицит специалистов, говорят эксперты. Новый законопроект позволит повысить роль медиков и привлечь новые кадры, считают в Минздраве. Проект закона, в случае его принятия, он позволит, конечно, в значительной степени придать уверенность медицинским работникам в своей работе, дать определенную свободу своим действиям и, в общем-то, дополнительный присток медицинских работников в отрасли здравоохранения. Должен, я думаю, обеспечить. Потому что многие боятся именно этой ответственности, боятся нанести вред пациенту, даже своими несознательными действиями или связи с какими-то осложнениями, которые не зависят от врача. Работать в режиме 24 на 7, да еще и с риском для собственного здоровья, непросто. Нередко у специалистов случается выгорание и пропадает мотивация. Соответственно, это сказывается на качестве оказания услуг. Ситуация кардинально поменяется, когда условия работы будут улучшены, объекты здравоохранения обеспечены необходимым оборудованием, а сами медики защищены законом. Все это предусмотрено в новом законопроекте.